Образ Японии в советской и российской периодике исследован подробно. Однако детская периодика при этом остается вне поля зрения исследователей. Между тем, первые сведения о мире человек зачастую узнает именно из детских журналов. И сформированное в детстве эмоциональное отношение к объектам внешнего мира, в нашем случае, Японии, остается базой, на которую затем наслаиваются взрослые впечатления. В течение многих десятилетий художественные книги для детей были сравнительно труднодоступны, во время как детские журналы спокойно приобретались по подписке. Я говорю про Советский Союз. И Морозилка в этом плане отличный материал. Он выходит не перволюдно с 1924 года и предназначен младшим школьником. Как правило, он держится в стороне от политики, в отличие, например, от своей ровесницы пионерской правды. Но при этом конфликты эпохи, конечно, влияют на его содержание. Вот у нас 1925 год. Вот рассказ о трудной доле китайских рабочих. Нам сообщают, что японские купцы, в числе прочих купцов, начали торговлю в Китае. И они обижали народ китайский всячески, обсчитывали, отмеривали, просто не платили, всякую дрянь подсовывали, завели торговлю опиумом, потом завели свои фабрики, притесняли там китайских рабочих. А когда китайцы забастовали, то рассрудились промышленники и купцы, японские и английские, напустили своих солдат, доставили стрелять в рабочих, поубивали и ребят. И мы видим, что здесь не межнациональный конфликт, а скорее классовый имеется в виду. Китай представлены рабочими, а Япония промышленниками и купцами. В том же 1925 году в каждом номере «Морозилки» публиковали фото какого-нибудь довольного, крепкого, умилительного советского малыша. Это должно было, наверное, создать представление о счастливом детстве, стране победившей революции. Из этого ряда выбивается помещенный в ноябрьском номере фото печального маленького японца с подписью «Японский мальчик четырех лет учится ткать на отказском станке». Мы видим, как тяжело живет в капиталистической Японии. Там должны работать даже маленькие дети, у которых просто нет детства. А вот 28-й год, идиллический рассказ «Праздник мальчиков» неизвестного афора, перевод с английского. Шестилетний Дакура просыпается, вспоминает прошлогодний праздник, любуется бумажным карпом, который повешен над домом, получает от матери подарки и бежит к друзьям. Мы узнаем, что в японских хибарках тонкие фанерные стены, через которые хорошо слышен шум и говор на улице, а комнаты разделяются пополам бумажными перегородками. Мы узнаем, что японцы носят халатики, на ногах они носят деревянную обувь в пусто, спят на циновках, по праздникам едят пирожные водки, жареные орехи в кокчи и вареный рис. А вот маленькая японка из приложения к журналу. Японских сказок, да и не только японских, в Мурзилке тех лет не найти, потому что в это время идет борьба со сказками. Советским детям предлагают исключительно реалистические сведения об окружающем мире. Этот период примитивной экзотики заканчивается, когда в 1932 году Япония оккупирует Маньчжуры, а через два года начинает посягать на советские границы и становятся таким образом главным внешним врагом Советского Союза на Востоке. Героями и образцами для подражания советских детей становятся пограничники. Публикуются их письма читателям журнала, стихи о пограничниках. В эти годы японцы на страницах Мурзилки – это военные агрессоры и приобретители китайцев. У них нет ни имен, ни внешности. Враг, как правило, не назван. Это просто враг. Вот как в песне о пограничнике Льва Ашанина. Видите, там рефрен «Боец на границе не пустит врага». Из упоминания Дальнего Востока должно быть сразу ясно, о каком враге идет речь. Впрочем, иногда японцы все выназываются японцами. Вот в рассказе героя-пограничника неожиданный переход к наступлению создал панику у японцев. Условно-японский материал зачастую в одном и том же номере соответствует с китайским. Так, очевидно, отражается идея международной солидарности фашистов и коммунистов. В 1908 году Мурзилка публикует отрывок из повести китайского писателя Эми Сяо, «Маленький Ван Фу» о 10-летнем рабочем китайцах. Ван Фу видит у дяди листовки, на которых написано «Все китайцы должны объединиться против общего врага – японских империалистов». Наутро Ван Фу разбрасывает листовки во время демонстрации. Участники демонстрации кричат «Долой японских захватчиков!». Сами японцы при этом не появляются. Только из аннотации можно узнать, что хозяева паблики японцы жестоко эксплуатируют своих рабочих. В 1938 году начинаются хасанские бои. И в ходе 46-го года все публикации, где упоминается Япония, кроме одной, я о ней позже расскажу, посвящены военным действиям. Вот рассказ Григорьева «Случай в горах». Китайский мотоциклист писет донесение. Его полк окружен японцами и просит подкрепление. Горный мост взорван, а на краю пропасти – люди. Это японцы. У них на ногах белые гетры, в руках винтовки, а на фуражках красные околы. Боец разгоняется, и бесстрашно перелетает в пропасть. Дальше цитата. «Банзай, банзай!» завизжали японцы. Вместо «держи» они кричали «Ура!» Так закрывается. Тут японцы, как мы видим, обретают голос, но по-прежнему у них нет ни лиц, ни имен. В 1939 году в Мурзилке выходит очерк Овера Хасан. Там сказано «Семь лет назад на мирный мандюрский народ напали хищные японские генералы, но заносчивые генералы жестоко ошиблись. Они, спасаясь от именуемой гибели, убежали с нашей родной земли». В очерке описан «Один обыкновенный случай, каких было немало в те дни». Это слова Афгана. Экипаж подбитого советского танка отбивает атаку японцев. Японцы вновь безмолвны. Японский снайпер прицеливается и уже торжествует победу, но советский командир подстреливает его и тот молча роняет винтовку. К танку молча полгут японцы, держа в руках бутылки с горючим веществом и также молча погибают под полеметным огнем. В 1941 году Мурзилка предлагает своим читателям прочесть книгу Савельева «Рассказы о артиллерии». Каннотация начинается так. «Хороший урок получили японцы у озера Хасан. Красные летчики, стрелки, саперы, артиллеристы мужественно били за нашу славную родину и победили самураев». В 1946 году из предисловия к сказке «У Желтого моря» маленькие читатели могут узнать, что Порт Артур был построен русскими 50 лет назад. Потом эту землю захватили японцы и сделали китайских жителей своими рабами. Наши красноармейцы и моряки прогнали японцев. Русские вернулись в Порт Артур и принесли свободу китайцам. В оферке Геннадия Фиша в Маньчжури повторяется та же информация про Порт Артур. Советские бойцы узнают, что китайцам запрещали есть рис. Весь урожай японцы забирали себе. На всех дорогах, на всех базарах стояли полицейские. Они проверяли каждую повозку, каждый мешок и отбирали рис. Из этого ряда выбивается рассказ уже упомянутого китайского писателя коммуниста Апи Мишао все про того же мальчика Ван Цу. Дядя помогает мальчику устроиться на японскую фабрику в Шанхае. Работа нелегка. Надсмотрщики японцы издеваются с китайскими ребятами. Приходится работать 13 часов в сутки. Ребятам-китайцам было запрещено учиться и даже разговаривать друг с другом. Мальчика отвлекает маленькая японочка в пустом халатике. Ее зовут Ми, она напоминает ему сестренку. На следующий день Ван Цу покупает сладкую китайскую биню и угощает Ми, но она испуганно отталкивает его руку и убегает. Дядя объясняет ему, хозяева японцы не хотят, чтобы японские и китайские ребята дружили между собой. Вот японцы и запугивают детей, выдумывают, будто бы китайцы отравляют японцев. Ван Цу удается убедить Ми, что дыни не отравлено. Он заводит дружбу с маленькими японцами, соседями Ми по общежитию для японских рабочих, но вскоре всех рабочих японцев переводят на другую фабрику, где работают только японцы. И повторяется та же самая идея. Хозяева не хотели, чтобы японские рабочие дружили с китайцами. И тут мы видим вновь подчеркивается идея классовой разделенности общества, единства всех угнетенных против эксплуататоров. И тут мы видим, что японцы это не только безымянные военные, но рабочие, в том числе дети, которых запугивают, чтобы помешать их общению с китайским пролетариатом. На самой оттепе японцев разделки более не упоминаются ни как противники Советского Союза в Второй мировой войне, ни как жертвы атомной бомбардировки. Когда они возвращаются в журнал на волне возросших интересов японской культуры, это совсем другие японцы. В 1955 году Мрузилко публикует эссе японского писателя и критика Иваками Дзюмити, который в 50-е годы был известным сторонником дружественных отношений с Советским Союзом. Зимой 1955 года он посетил Москву, публиковался в иностранной литературе. Его эссе посвящено Дню мальчиков. Мы узнаем, что бумажных карпов вывешивают на бамбуковых шестах, чтобы мальчики росли такими же мужественными, как карпов, которые поднимаются вверх в оттечении сквозь бурный водопад. Но в отличие от идиллического офика 1928 года на ту же самую тему, Иваками Дзюмити делает акцент на теме классового неравенства. Он пишет, «Разумеется, у домов помещиков и богачей вывешивают больших карпов, да еще прикрепляют к бамбуковым шестам бумажные вертушки, чтобы они шумели на ветров». Писатель вспоминает праздник мальчиков из своего детства. Дети помещика и богачей, для которых родители вывесили красивых карпов, играли на деревенской площади, разодетые в красивые кимоно, в то время как сам Иваками, сын бедного крестьянина, отправляется на луг косить крову для телеонка. Далее писатель восхищается счастливой жизнью советских детей и мечтает, чтобы японские дети пели вместе с ними песню о мире. Из эссе можно узнать о характерных деталях национального быта. Японцы носят кимоно, то есть уже не халатики, меряются силами в борьбе с умом, а дети учатся, грожат холода в классах, без печей зимою, когда идет снег. Вот интересно, что первая публикация японского автора в Мунзилке появилась еще до подписания Советской Японской Декларации 56-го года, когда в Советском Союзе и Японии находились фактически в состоянии войны. Публикация в конце 50-х социальная тематика из описания Японии исчезает. Появляются стихи японских поэтов, переводятся народные сказки, на первый план выходит этнографическое своеобразие страны в детском варианте игры, праздники, куклы. Вот в сказке Яковлева «Новый год» главные герои путешествуют на ковре самолета, наблюдая новогодние обычаи разных стран. И встречаются две девочки-японки, которые перебрасывали ракетками круглые семечки циркалота с красным черешком. Они, как сказано, играли в игру «Ханя Цуэл». Ну, конечно, «Ханя Цуэл». Приводится описание японского дома, новогодних украшений и обычаев. И из этого описания на самом деле не очень понятно, что из этого постоянного украшения японского дома, а что новогоднее. Далее по тексту приезжает так называемый великий актер Кидзо. Это рассказчик традиционного японского бумажного театра Ками Сибай, который в это время как раз стремительно уходил в прошлое, потому что в Японии появлялись телевизоры в семье. И Ками Сибай был уже не столь актуальным. После представления рассказчик признается «Я вовсе не великий актер, я лудильщик. Я только в Новый год ставлю на колеса свой театр, чтобы доставить удовольствие маленьким японцам». И это, как мы знаем, дальше у нас идет подборка деревянных игрушек со всего мира. И там есть японская кукла Кукэси. А потом у нас идет подборка воздушных змеев разных стран. И вот мы видим японского змея. Он напоминает змея Яко-Дако, но у него есть хвус. А вот, смотрите, маленькая японка прислала рисунок Кукэси. Очень оттепельное явление рисунки японских детей в советских журналах. В начале оттепеля в журнале впервые публикуются японские народные сказки. В эти же годы выходят первые послевоенные издания японских сказок как в составе сборников сказок разных народов, так и отдельными изданиями для детей и взрослых. И публикуются каждый год на протяжении всей оттепи. А тремя годами ранее японские сказки впервые за все время существования Советского Союза появляют на страницах взрослых журналов «О конек» и «Молодой толхозик». В 57-м году на журнале напечатаны детские песни. Снова появляется рассказчик Камиси Бай. Он говорит, я актер, но у меня нет настоящего театра. В 66-м году Морозилка публикует стихотворения японских поэтов «Ноги дождя» Кавадзирюко, «Птица-птица красная» и «Лунной ночью» Кафара Хакушю и «Утренний холод» Момото Содзи в переводах Веры Маркова. И это очень-очень известные детские стихотворения. На самом деле изначально это песенки, но у нас они никогда не были песенками, всегда были стихотворениями. В следующем году эти стихотворения войдут в сборник «Птица-птица красная». Стихи японских поэтов для детей с иллюстрациями Майя Митурича и затем эти стихи неоднократно пересдаются. Предисловие к сборнику Вера Маркова пишет «Детская поэзия Японии лирична в лучшем смысле этого слова. Смотрите, Морозилка и тут верен тенденциям взрослой литературы, потому что для взрослого советского читателя в этот период японская, в основном классическая поэзия ценна в первую очередь лиричностью и аполитизмом, именно тем, чего ему недоставало в поэзии советских. Японского исчезают с даниц Морозилки ровно на 25 лет. Вновь Япония появляется в Морозилке уже в новую историческую эпоху в 91-м году в статье «Оригами». Эта статья сопровождает схему модели лягушонка. Я помню этого лягушонка, и, может быть, вы тоже помните, в 90-е его умели делать все. Ему нужно было нажать на попу, и он пролил. О чем статья? Морозилка отправляется в посольство Японии в СССР и ведет беседу про оригами с госпожой Фуруто. Он проникается любовью к подделкам из бумаги и заявляет «Я тоже хочу коробочку, буду складывать туда разные приятные вещички». И, как вы видите, такой Морозилка очень не похож на Морозилку, который в 30-е годы ловил шпионов. Госпожа Фуруто объясняет ему базовые принципы оригами, а заодно сообщает, что в Японии всякий пакет для упаковки имеет свое значение. И дальше рассказывает ему про Фурусик. Только, правда, нам не сказано, что Фурусик это сверток из ткани, а не пакет. Сотяна, как вы видите, проиллюстрирована фрагментами суме, изображающего бамбук и ветку сосны. А дальше самое интересное. В 2014 году выходит целый тематический номер про Японию. Ну, в принципе, тематические номера в русилке это не редкость. Например, в те же годы выходил тематический номер про лошадей, а это посвящен Японии. Очень заметное событие. Я помню этот номер из детства. И это, по-моему, было вообще первое, что я узнала про Японию и, наверное, не я одна такая была. Значительная часть номера введена под схемой оригами. Как раз в эти годы оригами стала очень популярна на постсоветском пространстве. Выходило множество книг по оригами. Создавались оригами кружки, клубы в Москве, Питере, Чебоксарах, Новочебоксарске, Самаре, Ижевске. В 1994 году была проведена первая всероссийская выставка августского оригами, а с 1996 года ведет отчет заочная сибирская олимпиада по оригами. И уроки оригами публикуются во многих детских журналах. Из сказки статьи Михаила Литвинового мы узнаем, что искусству оригами столько же лет, что и бумаги, которые изобрели более двух тысяч лет назад в Китае. Бумага была очень дорогой, а теперь это детские поделки. Приводится этимология термина оригами. В номере помещено пять простых схем. Они сопровождены короткими стихотворениями поэта, писателя, переводчика Валентина Берестова. Однако, стихотворения Берестова об оригами в журнале семь, а схем всего пять. Почему? Два стихотворения рыбка и цветок сопровождают не схемы, а лишь фотографии готовых моделей. Вот в чем дело. Оказывается, изначально эта поэтическая серия Берестова была создана не для мурзилки, а для книжки оригами, которую в 1994 году издала Яску Танака и японская группа по изучению русской детской литературы и культуры в костер. Эта книжечка вышла небольшим тиражом 10 тысяч экземпляров и распространялась в детских садах Москвы. В журнал вошли не все схемы, представленные в книге, а поэтическая серия была включена целиком. Вот такая вот история этих стихотворений. В этом выпуске впервые с 1957 года публикуются японские сказки. «Три сокровища», «И так и эдак», «Стебелек одеяло», «Хоть или там, все равно колья». Все в переводе вермах. И впервые с 1966 года публикуются японская поэзия. Это стихи детского поэта Мадо Митё, который в том же в 2004 году стал лауреатом премии Андерсона. Стихотворение в вольном переводе детского писателя и поэта Юрия Коваля. В предисловии переводчик рассказывает, что раздобыл две книги поэта. Я, как-то знаю, где он их раздобыл. По-моему, в детском зале иностранства. Перевести стихи с японского на русский пишет он. Трудно, но я попробовал и в нем, конечно, что-то свое. И это не единственный его перевод с японского. Через год в его пересказе была опубликована сказка «Придчи Сану Йоку», сказка про кота, который жил миллион раз в возрослом журнале и потом детское издание вышло через многие-многие годы. Это отдельная история. В каждом номере Мурзилки в эти годы публиковался комикс. И в этом номере он тоже посвящен Японии. Мурзилки вместе с птичкой отправляется на надувной лодке в Японию и под конец комикса достигает цели. И там он созерцает японский флаг на фоне Фудзи, сосны и старинного храма. Причем на протяжении всего комикса, как вы видите, Мурзилка перемежает репки на русском языке японскими словами и фразами, записанными тамзи и хирагами. В номере помещена небольшая статья с базовыми географическими сведениями о стране. В такой вид тут много фотографий известных за спримечательность. Еще там есть викторина «Что ты знаешь о Японии?» Результаты и правильные ответы были напечатаны в 1995 году. Далее в статье сообщается, что в Японии любят праздники, заранее к ним готовятся и празднуют весело и красиво, на разных костюмах с цветными фейерверками и самой трогательной из всех праздников детских. Краткие описания праздника девочек, праздника мальчиков. На фотографиях мы видим детей в роскошных кимоно и взрослых участников праздников. Отдельные статьи посвящены икебане, чайной церемонии и палочкам для еды. Мы узнаем, что оказывается искусство икебана всегда обучали и обучают теперь детей с малых лет, как мы можем понять всех детей икебана. В каждом доме можно увидеть икебану. Она стоит на полочке рядом со стуэтками, шкатулками и другими красивыми изделиями. Статья о чайной церемонии выдержана в еще более в благоговенном духе. Вот смотрите, напишут, неторопливость приготовления чая позволяет простому вывести прекрасное, красоту чашки, особенность кисточки, ковшика, да и само ожидание создает неповторимое настроение. Знаете, что меня, как маленького читателя, больше всего поразила вот на этом развороте пластиковая коробочка, ее неповторимая сияющая красота. Просто о том, что было заложено статью и что читатель считывал. В полном соответствии с позднесоветскими публикациями и основанными на них постсоветскими представлениями в весьма далеком от реальности, япония, с которой знакомятся маленькие читатели Мурзилки 90-х, это страна экзотического быта, древних традиций и пышных праздников. Она существует вне времени. Красота и изящество ценятся в ней превыше всего, а предметы материальной культуры несут тонкий и непостижимый духовный смысл. В том же году в Мурзилке размещена еще одна схема оригами и японская народная сказка «Соловьиный дом» в переводе Веры Марка. А в 2001-м публикуется статья «Марины Москвиной путешествия в Японию». В восторженно-экзальтированном тоне Москвина перечисляет впечатления о традиционной культуре Японии, с которой ей удалось соприкоснуться во время посещения страны. Музей, магазинчик посуды, храмы, выхождение на фудзи. На фотографиях, помимо всего перечисленного, можно увидеть группу японских школьников девушку Чидеру, значит, «Тысяча журавлей», как написала нам Москвина, и Томаку Танаку, дочь профессора Яску Танаку и Аспиран Кубика. Отчет для взрослого читателя был тогда же частично опубликован в журнале «Огонек» и через год вышел в виде книги. И на этом тема Японии в Мурзилке практически иссяков. В последующие десятилетия она представлена в журнале лишь японскими стасвордами и головоломками. Таким образом, можно выделить три основных периода интересов Японии. В период японской оккупации Маньчжурии, хасанских боев и сражений Второй мировой предельно абстрактные японцы – это ненавистные агрессоры, которые измечают китайцев-рабочих, фашисты, посягающие на советские границы. В период отцикла Япония оказывает отстранство с интересной и сообразной культурой. Публикует стихотворения, сказки, произведения японских авторов, нас знакомят с бытом. Ну, а первое десятилетие после распада Советского Союза Япония на странице Мурзилы это страна, существующая вне времени. Она интересна, прежде всего, своей изысканной материальной культурой, то есть, которую неуловимо и притягательно просвечивает культура духовная. Икапана, чайная церемония, оригами. Основу жизни японцев составляют в древней традиции, праздники и развлечения. Развлекательность, составляющая в виде оригами, и предлагается маленький штат. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такой большой хронологический лиц. Наверняка будет много вопросов. Пожалуйста. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а известны авторы? Авторы иллюстрации, потому что с детскими журналами сотрудничали очень известные художники, для которых это был такой основной способ заработка. За это очень неплохо платили. Вы вот из художников назвали только Мая Петровича Митурича, который не делал для Мурзелки. И там вот где-то была фамилия Гончарова с этими скарпами. Все, никаких. А при этом иллюстрации 30-х годов, они очень симпатичные. И поэтому здесь, конечно, важно называть имена художников. На самом деле, конечно, это представляет очень печальное зрелище, вот этот иллюстративный ряд, потому что понятно, что в 30-е, в 20-е годы довольно много прикладывалось сил, чтобы создать такой действительно интересный журнал. А вот этот период, начиная с 90-х годов, это просто такой журнал, где он выглядит как калаш, вырезка каких-то фотографий, оригами. Чудовищно, на самом деле, это производит впечатление. Вот как мы потеряли детскую литературу, это вот нагляднее всего на этом материале, который вы показали на материале. Мурзилка вообще существует еще, нет? Да, Мурзилка издается непрерывно с 24-го года. Ну, это ужасно, если она существует сейчас в таком виде, потому что, конечно, и Мурзилка, и веселые картинки, там работали замечательные художники, очень серьезные, и нонконформисты там работали, зарабатывали на этом. Это был такой способ существовать просто в детской литературе. Спасибо большое. Мурзилка в 90-х действительно был в бедственном положении, тогда на его странице впервые появилась реклама, причем вещей совершенно не относящихся к этим. Это явно была реклама рассчитана на взрослого читателя, на родителей. Более того, даже в развлекательные комиксы, которые каждый месяц блестковались в Мурзилке, проникала реклама с книгиклых антенн. Я хорошо помню детство, которые были. Что касается фамилии художников, ну, они у меня на самом деле выписаны там, где они написаны в журнале, просто я не сочла возможным, к сожалению, впихнуть в доклад, потому что я так превысила время и знала, что я его немножко превышу, просто не влезала. А так, конечно, там все написано. Да, например, вот этот воздушный змей это Лемкуль. Ну вот, понимаете, Лемкуль, это же понятно, что это очень известные художники, поэтому хотя бы в презентацию имена художников надо было стать. Лемкуль, ну вот. Спасибо большое. Теперь буду... Да, это очень важно, вы же показываете эти картинки. Спасибо. Спасибо. Можно несколько комментариев? Спасибо, очень интересно. Вот, я вас слушал и как бы совершенно замечательно про советскую культуру, да, ну вот такую-то командную, тоталитарную, какую угодно, смотришь любой источник информации или развлечений, да, и ты получаешь одну и ту же картинку, картину мира, да, и даже по Мурзилке это хорошо видно, как колеблется линия партии, да, поэтому, ну как бы для грубого анализа, да, достаточно одного журнала, да, я в свое время делал контент-анализ огонька, да, а потом делал такой же контент-анализ, ну протяженный во времени крокодила, да, и оказалось, что все одно и то же, да, и Мурзилка приблизительно одно и то же, но безусловно со своими какими-то изводами, да, там выпадает 40-й, 45-й годы, да, наверное, это нужно отметить, что поскольку был договор о ненападении, то про японцев просто предпочитали вообще ничего не писать, и как бы и в большой прессе, да, и в Мурзилке то же самое, да, там начинается кое-что там в 44-м году и в 45-м, хотя не очень, не очень активно, да, а вот как начинается холодная война, ну, да, снова, снова мы эту шарманку завели, вот, значит, 50-е годы вы связываете с потеплением, да, но в особенности там, после 20-го съезда, это не только потепление, да, потепление это безусловно, но очень важная вещь, что в это время, в это время Япония рассматривается на советском верху, во-первых, еще как альтернатива Америке, да, как альтернатива Америке и как то, что традиционная культура может противостоять, значит, американской культуре потребления. Это очень хорошо видно по разным текстам взрослым, ну, вот, предположим, Иренбург побывал в Японии, да, но такую песню пропел, значит, традиционной Японии, ну, это совершенно здорово, здоровски, да, вот, в 70-х годах эту идею забросили, да, эта вот ставка на народную культуру, она касалась не только Японии, да, вот, по всей, по всей Азии стали выдвигать эту народную культуру и видя в ней некоторую возможность противостоять натиску западного мира. Вот, а 70-е годы, мне кажется, что отношения, ну, как бы, особо не испортились на самом деле, но перестали рассчитывать на Японию как, ну, вот, на возможность противостояния Америке, да, после того, как отдали Окинаву американцы в 72-м году, ну, это все, как бы, это кранты, да, а то, что вы показали, показали, значит, 90-е годы, это совершенно замечательно, конечно, потому что это зады того, что называется не хонзинрон, да, ну, вот рассуждение о японцах, что было очень крайне популярно в Японии, да, а у нас в силу разных идеологических причин было не очень представлено, хотя все равно было представлено, вот, книжка Ладанникова и Пронникова, на которую все время ссылаюсь, и это, конечно, потрясающий совершенно образец, да, вот какая Япония, это чудное, что там все предаются медитации, но в общем, да, самое потрясающее, что один из авторов был это генералом КГБ, да, ну, вот это уж как-то, ну, один был этнограф, а другой генерал КГБ, вот как это у него это получилось, я не знаю, вот, но спасибо большое, это такой, такой пласт, который в нашей японистике, как мне кажется, очень, вообще не затронут, да, поэтому замечательно, спасибо вам большое. Спасибо вам за замечательное дополнение, я их все записала, спасибо. Можно маленький вопрос вам задать такого плана, я, может, прослушал, где-то у вас, может, это прошло, вот в последние два-три десятилетия в какой степени присутствует, может быть, даже не только в Мурзилке, но вообще, ну, Мурзилка для этого вообще подходит, так теоретически, персонажи манго-аниме. Вы имеете в виду в детской периодике? Ну, вот да, да, да. Так, в Мурзилке вообще в последние два десятилетия нет никакого японского контента, кроме японских кроссвордов и головоломок. Ага. Вот. Может быть, знаете, там могут быть даже в кроссвордах и в головоломках, в принципе, выученные наизусть наши детворы персонажи аниме и манго-аниме? Нет, в Мурзилке этого нету, нет, есть в других детских журналах, современных, которые, ну, на самом деле, я делаю обзоры нескольких, то есть, хочу вообще охватить всю детскую периодику отечественную, то есть, до революционных времен до вот самой-самой современности. В некоторых детских журналах, да, есть персонажи манги и аниме, но они не на первых ролях, они там, например, в викторинах. Вот это удивительно, потому что, казалось бы, это самая благодатная почва для нахождения общего языка с современными детьми, потому что это же их кумиры практически. Знаете, где этого сейчас больше всего? Вот в так называемом классном журнале. Это журнал, который появился, если не ошибаюсь, в 99-м году, и в 2003-м, сначала он был ориентирован на подростков и был очень таким, ну, довольно жестким, резким по стилю. В 2003-м году он совершил поворот налево кругом и стал ориентироваться на младших школьников. Он стал таким мягоньким, детским, совершенно дурацким. Там куча всего, куча про Японию. Там буквально в каждом номере две-три заметки про достижение японской технологии. Это такая любимая тема еще с 80-х. Японской технологии во всех детских журналах. Вот. Там периодически публикуются постеры полнометражных аниме. Там есть статьи про отдельные аниме-сериалы. Популярные сейчас среди младших школьников. Они публикуют там образчики так называемого фан-арта, когда вот дети рисуют своих персонажей любимых. О! Замечательно, что вы напомнили. Именно классный журнал этим и славится. Там с начала двухтысячных на странице знакомств читательницы и в гораздо меньшей степени читатели публикуют письма и там они представляют типа я вот такая-то я Минако, я Макото, я Усаги, Селер Мун и рисуют себя в виде героин любимых мультсериалов. И эти рисунки они там на протяжении лет 15, наверное. И в последние годы очень хорошо видно, что увлечение Селер Мун идет на спар, что появляются другие герои, любимые у современных школьников и школьниц прежде всего. Вот. Ну, какой-то ценностерий ставки на аниме-культуру и манго-культуру. К сожалению, журналы не делают, что очень-очень видно. Тут, кстати, мальчики и девочки довольно сильно различаются. Мальчики все фанаты Наруто, там, я не знаю, потом это самое ныне запрещенное, по-моему, уже, или ставить вопрос о запрещении тетради смерти. Нет-нет-нет, тетради смерти запретили только на двух сайтах, только потому, что там не была поставлена маркировка до 17 лет. Их не запретили официально. Это просто такой журналистский заголовок. Понятно. Можно я добавлю вот про классный журнал как раз? Я просто сама была читателем. Мне кажется, вы поняли очень интересную тему того, что вот этих детских журналов, потому что это, по сути, действительно оказывает огромное влияние на целый пласт детей, у которых формируются первые образы. Я сама выросла на кипах журналов, которые мне приносили. Мне кажется, стоит отметить не только то, что в каких-то журналах пишут про Японию или про манго-аниме, но и то, что очень часто журналы пытаются сами под себя адаптировать аниме-стилистику. То есть, в том же красном журнале у них была одна из первых попыток публиковать отечественную мангу. Я даже помню, что там было школа номер 6. Да, и Ника. Еще был журнал Юла в мои годы. Да-да-да, Юла, который был полностью и должен быть немножко прожим.